В бескрайних просторах космоса в 2017 году было сделано удивительное открытие. Астрономы обнаружили объект, проносящийся сквозь нашу Солнечную систему, но он не был похож ни на что виденное ранее. Этот небесный гость, получивший имя Омуамуа, быстро стал объектом пристального внимания и научных исследований. Само его существование бросило вызов нашему пониманию Вселенной и намекнуло на возможность существования других планетных систем далеко за пределами нашей собственной. Открытие Омуамуа было сделано с помощью телескопа Pan-STARRS-1 на Гавайях, который сканирует небо в поисках околоземных объектов. Сначала астрономы подумали, что это может быть комета, но дальнейшие наблюдения показали нечто поистине экстраординарное. Этот объект не был связан с нашим Солнцем, он двигался слишком быстро, чтобы быть захваченным его гравитацией. Омуамуа был межзвездным путешественником, первым в истории наблюдений, проходящим через нашу Солнечную систему. Название Омуамуа имеет гавайское происхождение и означает «посланник издалека, пребывающий первым». Это название как нельзя лучше подходит объекту, который стал своего рода небесным эмиссаром из глубин космоса. Его прибытие вызвало ажиотаж среди астрономов по всему миру, стремящихся раскрыть секреты этого таинственного гостя из другой звездной системы. Открытие Омуамуа открыло новую главу в исследовании космоса. Оно предоставило реальные доказательства того, что планетные системы могут выбрасывать объекты в межзвездное пространство, и что некоторые из этих объектов могут в конечном итоге попасть в наш космический район. Изучение Омуамуа обещало пролить свет на формирование и эволюцию планетных систем, включая нашу собственную. Одной из самых поразительных особенностей Омуамуа была его необычная форма. В отличие от большинства астероидов и комет, которые имеют округлую или картофелеобразную форму, Омуамуа был сильно вытянут, напоминая гигантскую сигару или космическую иглу. Наблюдения показали, что его длина составляла около 400 метров, а ширина всего около 40 метров, то есть он был как минимум в 10 раз длиннее своей ширины. Такая своеобразная форма не была похожа ни на что, что астрономы когда-либо наблюдали в нашей Солнечной системе. Некоторые ученые предполагали, что вытянутая форма Омуамуа может быть результатом действия приливных сил во время близкого сближения с его родительской звездой или другим массивным объектом. Другие высказывали предположение, что это может быть контактная двойная система, образованная в результате столкновения двух более мелких объектов, которые слились воедино. Необычная форма Омуамуа создавала проблемы для астрономов, пытавшихся определить период его вращения. В отличие от сферы, которая вращается вокруг одной оси, вытянутый объект, такой как Омуамуа, может кувыркаться в пространстве более сложным образом. Это затрудняло определение точной скорости вращения, но наблюдения показали, что он вращается относительно медленно, возможно, один оборот за несколько часов. Вытянутая форма Омуамуа была лишь одной из многих загадок, окружавших этого межзвездного гостя. Его необычная форма в сочетании с высокой скоростью и негравитационным ускорением породили множество догадок о его истинной природе и происхождении. Траектория движения Омуамуа через нашу Солнечную систему стала еще одним доказательством того, что он не был уроженцем нашего космического района. Его путь был крайне гиперболическим, а это означало, что он двигался слишком быстро, чтобы быть захваченным гравитацией Солнца. В отличие от планет и астероидов нашей Солнечной системы, которые вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, Омуамуа совершал одностороннее путешествие через межзвездное пространство. Проследив траекторию Омуамуа назад во времени, астрономы смогли приблизительно определить его происхождение. Их расчеты показали, что он прибыл со стороны созвездия Лиры, возможно, из звездной системы, расположенной в сотнях световых лет от нас. Это сделало Омуамуа первым известным межзвездным объектом, посетившим нашу Солнечную систему. Тот факт, что Омуамуа двигался по гиперболической траектории, означал, что он был лишь временным гостем в нашей Солнечной системе. После своего тесного сближения с Солнцем он продолжит свое путешествие через межзвездное пространство, в конечном итоге исчезнув в бескрайних просторах Млечного Пути. По оценкам астрономов, Омуамуа потребуется миллионы лет, чтобы достичь другой звездной системы. Открытие такого межзвездного объекта, как Омуамуа, имело огромное значение для нашего понимания космоса. Оно продемонстрировало, что планетные системы могут выбрасывать объекты в межзвездное пространство, и что некоторые из этих объектов могут в конечном итоге попасть в наш космический район. Изучение Омуамуа дало уникальную возможность узнать о разнообразии и эволюции планетных систем далеко за пределами нашей собственной. Раздел 4. Близкий контакт. Проходя через нашу Солнечную систему, Омуамуа прошел относительно близко от Земли, предоставив астрономам беспрецедентную возможность изучить межзвездный объект с близкого расстояния. 19 октября 2017 года Омуамуа приблизился к Земле на минимальное расстояние, составившее около 0,16 астрономических единиц от нашей планеты. Это примерно эквивалентно 1,6 расстояния между Землей и Солнцем. Хотя Омуамуа был слишком тусклым, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом, даже при максимальном сближении астрономы смогли детально изучить его с помощью мощных телескопов по всему миру. Они наблюдали за его яркостью, цветом и спектром, надеясь узнать больше о его составе и происхождении. Наблюдения за яркостью Омуамуа показали, что она очень изменчива и значительно меняется по мере вращения объекта. Это говорило о том, что Омуамуа кувыркается в пространстве, и разные его стороны отражают разное количество солнечного света. Цвет объекта был красноватым, похожим на цвет некоторых комет и астероидов во внешней части Солнечной системы. Близкое сближение с Омуамуа дало астрономам огромное количество данных об этом загадочном межзвездном госте. Однако оно также поставило больше вопросов, чем дало ответов, озадачив ученых истинной природой и происхождением Омуамуа. Раздел пятый. На скорости света сквозь космос. Еще одним примечательным аспектом Омуамуа была его невероятная скорость. При приближении к Солнцу он разогнался до скорости более 315 тысячи километров в час. Это было слишком быстро для объекта, чтобы он мог быть связан гравитацией Солнца, что подтверждало, что Омуамуа действительно был межзвездным гостем, просто пролетающим мимо. Чтобы представить себе скорость Омуамуа, достаточно вспомнить, что Земля вращается вокруг Солнца со средней скоростью около 107 тысяч километров в час. Омуамуа двигался почти в три раза быстрее Земли, когда он проносился мимо Солнца. Огромная скорость Омуамуа свидетельствовала об огромных расстояниях, которые приходится преодолевать в межзвездных путешествиях. Чтобы добраться до нашей Солнечной системы из другой звездной системы, Омуамуа пришлось бы путешествовать миллионы лет, преодолев триллионы километров. Его путешествие послужило напоминанием о бескрайности космоса и невероятных масштабах, с которыми приходится сталкиваться в астрономии. Высокая скорость Омуамуа также делала его сложной целью для наблюдений астрономов. Он быстро двигался по небу, требуя от телескопов точного отслеживания его движения для получения четких изображений. Тусклость объекта еще больше усложняла наблюдение, поскольку астрономам приходилось использовать самые чувствительные из доступных телескопов, чтобы собрать достаточно света для изучения его свойств. Раздел 6. Разгадка загадки. Открытие Омуамуа вызвало бурные споры и догадки среди ученых о его истинной природе и происхождении. В то время как его межзвездное происхождение было широко признано, его необычная форма, высокая скорость и негравитационное ускорение оставили много вопросов без ответа. Было выдвинуто несколько теорий, объясняющих необычные характеристики объекта. Одна из первых теорий предполагала, что Омуамуа — это комета, выброшенная из своей родительской звездной системы на ранних стадиях формирования планет. Кометы — это ледяные тела, которые выделяют газ и пыль при нагревании Солнцем, создавая видимую кому и хвост. Однако наблюдения за Омуамуа не выявили никаких признаков кометной активности, таких как кома или хвост. Это заставило некоторых ученых исключить кометную гипотезу. Согласно другой теории, Омуамуа представлял собой фрагмент более крупного объекта, который распался, возможно, из-за столкновения или действия приливных сил. Это могло бы объяснить его необычную форму и высокую скорость. Однако эта теория также столкнулась с трудностями, поскольку она не могла полностью объяснить негравитационное ускорение Омуамуа. Отсутствие однозначного объяснения странных особенностей Омуамуа заставило некоторых ученых рассмотреть более экзотические варианты, включая предположение о том, что это может быть искусственный объект, например, инопланетный зонд.